Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! В 1941 году, ровно в 4 часа, все знают, что началась Великая Отечественная война. Спасибо нашим отцам, матерям, дедам, прадедам, которые приняли первый удар на себя. Враг напал на нашу страну. Это были немцы-фашисты, которые дали слово, что войны не будет. Но они свое слово не сдержали. И все это прекрасно мы знаем. Гитлер нам пал на Советский Союз. Ну и наше молодое поколение мы передаем по наследству и будем передавать так же, воспитывая нашу молодежь, наше молодое поколение, чтобы они знали, что такое Великая Отечественная война и как она досталась нашему народу. Но мы вылезли из этого пекла, возродили красивые города, хорошие дома, наши семьи, которые сейчас благополучно живут. Но трудности в жизни всегда бывают. Без них мы с вами никак не пройдем. Это касается не только нашего советского народа. Это также и зарубежных стран, которые сейчас творятся, допустим, в Сирии. Как мы с вами были в Афганистане, на Северном Кавказе, Чечне и многих других республик и их странах. Председатель Щелковского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил. Я очень благодарен, что мы сегодня собрались. Началась Великая Отечественная война 22 июня. Вот мы в составе 42 человек тогда ездили в город Брест, посетили Минск, посетили Хатынь. В Бресте как раз в 4 часа утра в начале войны вместе с делегацией от России, которую возглавлял тогда генерал Шаманов, мы также возложили цветы, посетили музей, взяли белорусской земли, брестской, привезли сюда и раздали на нашем музее. Поэтому я благодарен, что независимо от этого наш гостяк продолжает отмечать этот день. Спасибо, что вы пришли это все вместе. Я считаю, нашей задачей сейчас является то, чтобы вот эти все инсинуации, которые проходят, кто победил, как победил, ну все извращается. И мы должны уже в память своих отцов и тех, кто лег там, ну и умер уже, должны воспитывать наших правнуков, внуков в том плане, что именно наша страна победила, а не кто другой. Кто-то вложил какие-то силы, но основная доля победы на фашистской Германии была наша. Поэтому я вас призываю всех ходить по школам, по учебным заведениям, принимать участие во всех мероприятиях, которые проводятся. Ну а тем, кто полег, пускай их светлые души попадут в Царство Небесное. Всего вам здоровья, а вам порой всем здоровья желаю. Мне кажется порою, что солдаты скрывал непришедшие пыли, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому пуль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый, быть может это место для меня. Настанет день и журавлиной стаей, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьей окликая, всех вас, оставил на земле. до сих пор, до сих пор. Продолжение следует...